Не более чем провокация. Так Анатолий Пахомов назвал скандальную газетную публикацию, автор которой утверждает, что сочинские власти объявили смертный приговор чайной отрасли с целью использовать земли для продажи под застройку. На практике все наоборот, утверждают в мэрии. Это арендаторы и собственники чайных плантаций неоднократно пытались изменить категорию целевого назначения земли. Сколько раз те горе-хозяева, которые сегодня через прессу обращаются к нам, сколько раз они обращались за тем, чтобы эти земли были выведены из северного оборота, а были переданы как раз для того, чтобы там что-то строить. По нескольку раз они обращались. И представляете, какая ложь. Подтверждение тому история Людмилы Авджан. Свой маленький бизнес она открыла не только прибыли ради. Чаеводством занимались еще и ее родители. Ежегодно предприниматель арендовала землю у Дагомыс-чая. Но в 2015 году новое руководство расторгло договор в одностороннем порядке. Обманным способом выпросили у меня договор и задним числом переписали. Ответственность возложили на меня. Я не имею права на этом земле ни строить, ни сажать, ни копать, ничего не воздвигать. Если даже третье лицо нарушить, допустим, раскорчует чай или построит дом, то буду отвечать за это я. В итоге часть участка, где работала Людмила, отдали под застройку. Женщина убеждена, подобный захват земли является незаконным. А участок, отданный под застройку, не числится на сайте госреестра. К слову, нарушения городская администрация выявляет повсеместно. Вот, к примеру, участок, который арендует открытое акционерное общество «Мацестинский чай». Видно, что они не обрабатываются. И заросли сортной растительностью, деревенцно-кустарниковой растительностью, папоротником и яжиной. Из 172 гектаров, которые арендует «Мацестинский чай», не используется 137. Такая же ситуация, если даже не хуже, на плантациях других предприятий. Так, в распоряжении компании «Догомыст чай» 611 гектаров, заброшено 538. Хоста чай имеет 298, 232 в запустении. Салахаульский чай располагает 126, 69 поросло травой. Шапсукский чай не использует все 110 гектаров, которыми владеет. Такая же ситуация и у Адлерского чая. 89 гектаров и все заброшены. Это данные законодательного собрания Краснодарского края. Мы провели определенный мониторинг, передали этот мониторинг Ростсельхознадзор. И Ростсельхознадзор выехала на территории, которые, по их мнению, не используются. И передали документы в суд на штраф. И, конечно, многим это не нравится, что по их мнению, что они эффективно работают. Результатом работы должна быть фермерская продукция, подчеркивают в мэрии. На деле пока обратный эффект. За последние пять лет валовый сбор чайного листа сократился с полутора тысяч тонн в год до 316. В администрации уверены, арендаторы либо не справляются с обработкой земли, либо не хотят возделывать угодья. Ростсельхознадзор оштрафовал предприятие на 450 тысяч и выдал им предписание устранить нарушение. Если чаеводы его проигнорируют, речь пойдет об изъятии плантаций. После того, как суд вынесет свое решение в пользу Ростсельхознадзора, если оно выносится, то администрация, как собственник земли, может выходить в суд с процедурой изъятия данных участков. Дальше плантации будут выставлены на аукцион, на котором определятся новые арендаторы. Но это уже в крайнем случае. Ведь главная цель – не забрать земли, а возродить чайные плантации, наладить собственное производство и сделать сельскохозяйственную продукцию качественной и доступной.